Слышали ли вы о тигонах, лиграх или леопонах? Эти существа словно сошли со страниц научно-фантастических романов. Но они – результат дерзких экспериментов человека. И это только начало. Сегодня вы узнаете не только о самых поразительных гибридах в животном мире, но и погрузитесь в сенсационные истории о попытках скрещивания людей с животными. Зачем кому-то понадобилось заходить так далеко, и какие удивительные последствия скрываются за этими исследованиями? Приготовьтесь, впереди вас ждет нечто, от чего мурашки побегут по коже. Вы слышали о существе, которое объединяет мощь тигра и грацию льва? Знакомьтесь, тигон – уникальный гибрид, появляющийся только благодаря человеческим экспериментам. Эти необычные животные существуют исключительно в неволе, ведь тигры и львы в природе никогда бы не встретились. Почему же их создали? И что скрывается за этим удивительным генетическим симбиозом? У тигонов от тигра остаются полосы, которые могут быть выражены по всему телу или проявляться как приглушенный узор. От львов они наследуют телосложение и общий силуэт. Тигон меньше своих родителей по размеру. Средний вес взрослой особи составляет примерно от 330 до 400 фунтов, что делает их легче тигров и львов. Тигоны обладают гибридными чертами не только внешне, но и в поведении. Например, они могут любить воду, как тигры, но при этом демонстрировать прайдовое поведение, характерное для львов. Однако их гибридный статус накладывает ограничения. Самцы тигона всегда стерильны, а самки могут быть способны к размножению только в редких случаях. Первые тигоны были выведены в Индии в 19 веке, когда исследователи и коллекционеры дикой природы начали экспериментировать с гибридизацией крупных кошек в зоопарках. В современных условиях тигонов можно встретить только в специализированных питомниках или зоопарках, которые занимаются подобными экспериментами. Леопон – это гибрид, который получается от скрещивания леопарда-самца и львицы. Этот редкий вид известен своей уникальной внешностью, сочетающей элементы обоих родителей. Леопоны напоминают крупных леопардов, но с короткой гривой, которая указывает на их львиное происхождение. Их окрас покрыт характерными пятнами, свойственными леопардам, но телосложение и форма головы ближе к львам. Этот контраст делает их удивительными с точки зрения визуального восприятия. Леопоны обычно меньше львов, но крупнее леопардов. Несмотря на привлекательный внешний вид, их размножение невозможно, поскольку самцы стерильны. Это ограничивает их распространение, делая леопонов практически уникальными в дикой природе. Первые леопоны были выведены в Японии в начале 20 века. Один из самых известных случаев датируется 1910 годами, когда зоопарк в Токио проводил эксперименты по созданию гибридов. Эти эксперименты были направлены на исследование генетической совместимости между видами. Сегодня леопонов можно встретить только в редких зоопарках или генетических лабораториях, занимающихся изучением таких гибридов. Лигр – величественный гигант среди кошачьих, появившийся в результате скрещивания льва, самца и тигрицы. Этот гибрид объединяет черты обоих родителей. От льва ему достаются массивные размеры и спокойный характер, а от тигра – характерные полосы, которые иногда можно заметить на его шерсти. Лигры поражают своими размерами. Длина их тела может достигать 11,5 футов, а вес – до 880 фунтов, что делает их самыми крупными представителями семейства кошачьих. Первое упоминание о лиграх относится к XIX веку, когда они были выведены в Индии. Эти необычные существа быстро стали сенсацией и символом могущества природы, подкрепленного человеческими экспериментами. Их показ на выставках и в цирках привлекал огромное внимание, вызывая восторг и любопытство. Лигры отличаются довольно спокойным характером, унаследованным от своих львиных предков. Однако из-за своих огромных размеров они требуют значительного пространства и постоянного ухода. В отличие от тигров, которые предпочитают уединение, лигры чаще тяготеют к компании, что сближает их с социальным поведением львов. К сожалению, их внушительные размеры – это не только повод для восхищения, но и источник множества проблем. Лигры нередко страдают от сердечно-сосудистых заболеваний – артрита и ожирения. Эти проблемы связаны с их генетическими особенностями и ускоренным ростом, который характерен для гибридов. Кроме того, размножение лигров невозможно, так как большинство из них бесплодны. Сегодня лигры встречаются исключительно в неволе, чаще всего в зоопарках или специализированных центрах. Их создание вызывает много споров среди ученых и защитников прав животных. Одни считают лигров примером уникальных возможностей генетики. Другие критикуют их выведение, считая, что это вмешательство нарушает баланс природы. Зеброид – это результат скрещивания зебры и других представителей семейства лошадиных, таких как лошадь или осел. Эти гибриды поражают своим уникальным внешним видом. Полосы зебры часто накладываются на основной окрас тела, создавая эффектный и необычный рисунок. В зависимости от родительских пород, полосы могут быть более или менее выраженными, что делает каждого зеброида уникальным. Зеброиды особенно популярны в Африке, где их используют для работы на фермах. Они обладают выдающейся выносливостью, унаследованной от зебр и менее подвержены заболеваниям, которые могут поражать обычных лошадей в теплом климате. Кроме того, зеброиды нередко демонстрируют спокойный темперамент, унаследованный от домашних лошадей, что делает их пригодными для обучения. Зеброиды встречаются только в неволе, так как естественное скрещивание зебры и других лошадиных практически невозможно. Большинство зеброидов бесплодны из-за генетической несовместимости родительских видов. Кроме зеброидов, Африка стала домом для еще одного удивительного гибрида – гепталопа. Гепталоп – гибрид леопарда и гепарда, который является настоящей редкостью в животном мире. Эти уникальные животные впервые были выведены в Южной Африке в 1980-х годах. Гепталопы сочетают в себе силу и грацию леопарда с удивительной скоростью и стремительностью гепарда. Цель экспериментов заключалась в создании животных с уникальными охотничьими способностями, которые могли бы сочетать маневренность гепарда и выносливость леопарда. Однако разведение гепталопов оказалось крайне сложным, а их численность – крайне низкой. Большинство гибридов не проживали долгую жизнь из-за генетических проблем и сложностей с адаптацией к условиям неволи. На сегодняшний день гепталопы не существуют в природе, и все эксперименты по их созданию прекратились. Медведа-гризли – редкий гибрид, появляющийся как в природе, так и в неволе. Эти уникальные животные возникают в результате скрещивания белого медведя и гризли – двух крупнейших хищников на планете. Интересно, что их ареалы обитания пересекаются в северных регионах, особенно в условиях изменения климата, когда гризли мигрируют все дальше на север. Медведа-гризли объединяют черты обоих родителей. Они крупнее большинства гризли и часто достигают размеров белого медведя. Их шерсть обычно имеет смешанный окрас – белокоричневый или кремовый с заметным градиентом, который варьируется у разных особей. От белого медведя они унаследовали умение плавать и адаптироваться к холодным условиям, а от гризли – невероятную выносливость, приспособленность к жизни на суше и агрессивный характер. В результате медведа-гризли часто считаются более выносливыми и опасными, чем их родители. В природе медведа-гризли встречаются крайне редко, но их численность увеличивается из-за изменения климата. Таяние льдов приводит к тому, что белые медведи мигрируют на юг в поисках пищи, где их ареал пересекается с территорией гризли. В таких условиях происходит скрещивание, что приводит к появлению этих гибридов. В неволе медведа-гризли создаются в рамках экспериментов, направленных на изучение генетики и поведения крупных хищников. Медведа-гризли остаются объектом научного интереса. Они демонстрируют, как изменения климата и миграционные процессы могут влиять на генетику и популяции крупных видов. Хотя такие гибриды редко встречаются в природе, их изучение позволяет лучше понять экологические процессы и потенциальные угрозы, с которыми сталкиваются оба родительских вида. «Волкособ» — это уникальный гибрид волка и собаки, сочетающий в себе дикость и силу своего дикого предка с лояльностью и обучаемостью домашней собаки. «Аааа, ты меня мучаешь!» Эти животные отличаются невероятным умом, мощным обонянием и выносливостью, что делает их идеальными кандидатами для работы в полиции, охране, спасательных службах и даже на киносъемках. Внешне волкособы часто напоминают волков. Их крепкое телосложение, сильные лапы, выразительные глаза и густая шерсть придают им внушительный и красивый вид. Это настоящие атлеты в мире животных, способные выдерживать длительные физические нагрузки и проявлять высокий уровень концентрации. Их поведение — это баланс между дикостью волка и послушанием собаки, что позволяет использовать их для выполнения сложных задач. Однако волкособы подходят далеко не всем. Эти животные требуют опытного владельца, который сможет обеспечить им строгую дисциплину, большое пространство для активного движения и полноценное внимание. При недостатке физической и ментальной нагрузки их характер может становиться сложным. Они проявляют упрямство, стремление к доминированию, а иногда даже агрессию. Это делает их скорее рабочими животными, чем домашними питомцами для неопытных владельцев. Сегодня волкособы активно применяются в охране важных объектов, для поисковых операций и даже в роли киногероев, благодаря их яркой внешности и природным талантам. Этот гибрид — удивительное сочетание дикой природы и человеческой селекции, которая требует уважения, профессионального подхода и умения находить с ними общий язык. А теперь, как и обещал, я расскажу о попытках скрестить человека с животными, одном из самых спорных направлений в истории науки. В 1920-х годах советский биолог Илья Иванович Иванов решился на один из самых амбициозных и спорных научных экспериментов в истории — создание гибрида человека и обезьяны. Эксперименты проводились в Гвинее, где Иванов пытался искусственно оплодотворить самок-шимпанзе человеческой спермой, надеясь добиться успешного зачатия. Целью этих исследований было изучение генетической совместимости человека и приматов, а также попытка продемонстрировать теорию эволюции в действии. Иванов полагал, что создание такого гибрида могло бы помочь в понимании генетики и биологии человека. Однако его эксперименты не увенчались успехом. Ни одна из самок-шимпанзе не забеременела. Попытки продолжить исследование столкнулись с серьезными препятствиями. Помимо научных сложностей, проект был остановлен из-за этических возражений, роста международной критики и недостатка финансирования. Впоследствии эксперименты Иванова стали объектом споров и осуждений. А его работа приобрела репутацию одного из самых радикальных и морально неоднозначных исследований в истории науки. В 2017 году китайские ученые провели уникальный эксперимент, создав эмбрион со смесью клеток человека и свиньи. Эта работа стала частью научных исследований, направленных на разработку методов регенерации человеческих органов для трансплантации. Ученые стремились понять, как клетки разных биологических видов могут взаимодействовать и работать совместно, чтобы в будущем создать функциональные органы из гибридных клеток. Для проведения эксперимента человеческие стволовые клетки внедрили в эмбрионы свиней. Эмбрионы с такой смесью генетического материала развивались только несколько недель, чтобы избежать долгосрочных этических и биологических последствий. Затем их уничтожили, как и планировалось изначально. Эти исследования вызвали огромный интерес в научном сообществе, открывая новые перспективы в медицине, но одновременно породили массу этических вопросов. Могут ли такие эксперименты быть оправданы, если их целью является спасение человеческих жизней, или же это слишком рискованный шаг в неизведанную область? Пока наука ищет ответы, эти эксперименты остаются одним из самых амбициозных попыток заглянуть в будущее регенеративной медицины. В 1990-х годах в США начались эксперименты, которые открыли новую страницу в истории генетических исследований. Ученые пытались внедрить человеческую ДНК в эмбрионы коров с целью создания гибридов, которые могли бы послужить уникальным источником биоматериала для медицины. Основная задача состояла в разработке технологий выращивания органов, подходящих для трансплантации человеку, что могло бы радикально сократить дефицит донорских органов. Эксперименты включали инъекцию человеческих клеток в эмбрионы коров на самых ранних стадиях их развития. Эти гибридные эмбрионы хранились в специальных условиях в лабораториях и наблюдались для оценки их жизнеспособности и потенциала к развитию. Исследования показали, что эмбрионы с человеческой ДНК могут развиваться на протяжении нескольких недель. Однако они неизменно уничтожались, как только начинались первые стадии формирования органов. Такое решение объяснялось как этическими соображениями, так и опасениями относительно возможных последствий продолжения развития гибридов. Скептики поднимали множество вопросов. Можно ли считать такие существа животными или людьми? Где проходит грань между научным прогрессом и этическими нормами? Подобные эксперименты вызвали волну общественного обсуждения, особенно среди защитников прав животных и религиозных организаций, которые видели в этом нарушение моральных принципов. Несмотря на этическое сопротивление, работы по созданию гибридных эмбрионов позволили значительно продвинуться в понимании взаимодействия человеческих и животных клеток. Эти исследования заложили основу для современных технологий регенеративной медицины, включая создание искусственных органов и тканей, а также изучение редких заболеваний. Однако вопрос о том, насколько далеко может зайти наука, остается открытым. А граница между прогрессом и моралью – предметом постоянных дискуссий. Создание гибридов человека и животных ставит перед человечеством вопросы, которые не имеют однозначных ответов. Как определить их права и статус в обществе? Должны ли они считаться разумными, если их интеллект унаследует человеческие черты? А что, если такие существа смогут испытывать эмоции или осознавать свое существование? Самый главный вопрос – имеет ли человечество моральное право на такие эксперименты? Особенно если они могут подарить нам прорыв в лечении неизлечимых болезней или возможность выращивать органы для трансплантации. Это вызывает серьезные споры, так как достижение научного прогресса идет рука об руку с нарушением этических норм. Эти дилеммы затрагивают не только науку, но и фундаментальные основы морали, философии и прав человека. Готово ли общество принять создание новых форм жизни ради спасения существующих? Научный прогресс уже сейчас раздвигает границы возможного, но где проходит та грань, которую нельзя переступать? Эти вопросы остаются открытыми. Гибриды человека и животных – это не только загадка науки, но и отражение наших стремлений к открытиям и прогрессу. Смогут ли эти эксперименты изменить будущее? Или станут историей? Каковы риски? И на что мы готовы ради новых знаний? Ответы на эти вопросы остаются открытыми. Хотите создавать захватывающие истории о науке, загадках и будущем? Присоединяйтесь к нашей команде. Вместе мы сможем рассказать миру о самых необычных и вдохновляющих идеях. Умеете монтировать, озвучивать или писать сценарии? Тогда вы – именно тот, кто нам нужен. Пишите нашему телеграм-боту, и давайте вместе исследовать границы возможного.